Самарские прокуроры всерьез обеспокоились чрезмерной нагрузкой на инвесторов. За 9 месяцев этого года синие мундиры вывели полторы тысячи нарушений в сфере защиты прав бизнеса. Несмотря на подъем региона в национальном рейтинге инвест-климата, не везде ситуация безоблачна. Меры борьбы с барьерами, тормозящими развитие бизнеса, обсудили на расширенном заседании коллегии под руководством прокурора области Константина Букреева. Слово Сергея Павлова. Основная нагрузка на бизнес – нашествие внеплановых проверок. В этом году их количество достигло 20 тысяч. Каждая четвертая отклонена по решению прокуратуры. Излишний контроль коснулся и действующих резидентов особой экономической зоны без согласования с Минэкономразвитие. В самом нормативно-правовом регулировании еще много белых пятен. Зачастую на муниципальном уровне чиновники нарушают расчеты по контрактам, задерживают его от объектов, не торопятся оказывать предпринимателям финансовую информационную поддержку. Благодаря вмешательству синих мундиров возбуждено 66 административных дел. Перед бизнесменами погашена задолженность по контрактам на сумму более 700 миллионов рублей. На сегодняшний день добиваемся на сайтах администрации должны быть расписаны условия. Сознан список документов, при которых инвестор, заходя на территорию района, должен понимать, какие документы должен сдать. На сегодняшний день в части районов такого нет. Мы вносим представление, администрация отклоняет, мы вынуждены в суд признавать бездействие администрации незаконным. Благодаря защите надзорных органов и поддержке со стороны региональных властей заметны позитивные изменения. В этом году область поднялась на 17 позиций в национальном рейтинге инвестклимата. Задачу по его улучшению с первых дней работы поставил губернатор Дмитрий Азаров. В портфель региона сейчас входят 150 бизнес-проектов общей стоимостью 1 триллион 250 миллиардов рублей. В губернии созданы уникальные условия для инвесторов. Для резидентов особой экономической зоны и территории, опережающей развитие Тольятти, предусмотрен целый набор налоговых льгот и снижены тарифы по страховым взносам. На первой территории действует 21 компания. Заявлены инвестиции без малого 24 миллиарда рублей и создание почти 6 тысяч рабочих мест. На второй бизнес готов вложить более 6 миллиардов рублей и создать 4 тысячи новых рабочих мест. Еще несколько крупных проектов заявлено на следующий год. Это и реализация проектов связана с железной дорогой, потому что уже целый ряд инвесторов для них появляется технически важным. Старное направление за созданием индустриального парка для небольших компаний, которые, тем не менее, хотят быть страдательной территорией. Защитили направление губернатора, потому что в ближайшее время будем этот проект реализовывать. На расширенной коллегии сотрудников надзорного ведомства призвали активнее помогать в развитии инвест-потенциала региона. Будет усилен контроль за фактами незаконных отказов в получении мер господдержки и привлечении виновных к ответственности. Сергей Павлов, Алексей Гриднев, Новости губернии.